Я не знаю. Я считаю это разделение чудовищно искусственным, потому что для меня, например, личная и профессиональная жизнь неразделимы. Это моя личная жизнь. Моя работа – это моя личная жизнь. У меня не бывает такого, ты закончил работу, теперь личная жизнь началась. Ой, закончилась личная жизнь, я пошел на работу. Это моя личная жизнь. Личная, интимная жизнь практически. Я занимаюсь лидерством. Это моя тема. В течение 16 лет я был известен в стране как специалист по публичным выступлениям, написал на эту тему 6 книг, но потом меня привлекла к теме лидерства. Вот почему. Я заметил, что хороший лидер всегда хороший оратор. Встречаешься с клиентом, он лидер, и он хоп, и включился. А человек не лидер, он изучил все скрипты, алгоритмы выступлений, но у него не получается взять власть над аудиторией. Он не может ею владеть, он не знает, как ей распорядиться. Хороший лидер – хороший оратор. Я понял, что оратор – это публичное выступление, это некий отросток некий на теле лидерства. Один из волосков на теле лидерства. Но если нет тела, то на чем растет волос, на камне не растет. Я стал изучать лидерство, копнул глубже и понял, что это моя тема, она неисчерпаемая для меня, очень привлекательна. Я понимаю лидерство. Я говорю на тренингах, что побочным эффектом лидерской стратегии жизненной является успех. Если человек в целом успешен, это означает, что в жизни он использовал лидерскую стратегию. Лидерская стратегия в частности предполагает, что в ситуации выбора вы выбираете действие, а не пассивность. Вы выбираете нападать на ситуацию, но не избегать ее. Понятно, да? В целом, в совокупности. Успех есть побочный эффект в лидерстве, хотя не его цель. Не его цель. Человек не говорит, я хочу успех, а поэтому буду вот такую стратегию. Он просто по такой стратегии живет. Сам даже этого не осознает. Он только на тренинге у меня понимает, что он живет в лидерской стратегии. А так он просто живет. Что такое успех? Когда мы говорим о человеке, который лидерскую стратегию используя, приходит к успеху. Что такое успех? Естественно, вы сейчас за минуту не додумаетесь до того, до чего я додумывался 16 лет. У нас не что где когда. Давайте, наваляйся, думай, думай, думай. Мне видится, что успех предполагает профицит ключевых ресурсов. Где недостаток хотя бы одного из них уже не делает человеку успешным. Что это за ключевые ресурсы? Это ключевые ресурсы, давайте называть. Деньги. В современном мире, сейчас, здесь, не во шраме индийском, а вот в нашем культурном поле, в котором мы живем, деньги, несомненно, ресурс. Есть ли у человека дефицит денег, а во всех остальных ключевых ресурсах у него зашибенные дела, мы не считаем его успешным. Не считаем, правда? Прекрасный спортсмен, отличный ученый, замечательный писатель, такие книги выкладывает в интернет свои. Но они не продаются, он не зарабатывает, он копает землю. Еще ресурсы. Время. Отлично, кстати, кто сказал время? Это хороший индикатор качества аудитории. Почему? Потому что, как правило, я перечисляю с вашей помощью эти ресурсы, прихожу к тому, что люди время не помнят. Они первые три называют, а время потом долго приходится вымучивать. Время. Еще. Есть ли время, то силы, энергия, да, как помните? Давайте, по-моему, энергия назовем. Еще. Здоровье. Здоровье, энергия. Ну, если нет здоровья, энергии нет. Все, понятно, да? Организм, подавляя заболевания, тратит все свои силы, и их не остается. Информация. Информация такой ресурс стрёмный. Вы знаете, что 70% студентов, поступающих в этом году в институты, к моменту окончания на рынке труда не найдут спроса на свою специальность. То есть ее просто не будет существовать. Более того, знания, которые мы получаем даже на MBA, они с очень серьезным отставанием до нас доходят. Сначала кто-то это сгенерировал, потом кто-то это описал, потом мир это принял, да, сначала удивился, а торг потом принял. Потом это перевели на русский язык, потом это включили в программу, потом ее в программу долго не могли включать, ее согласовывали, думали, атака это, потом включили. Потом вы аж во втором семестре проходите эту тему. Семь лет, и вы получили информацию, которая уже не актуальна. Как Дженерал Электрик решал эту проблему в 1999 году? Кого это интересует? Сегодня другой мир. Информация. Ресурс. Профицит информации является ли ресурсом? Мы живем в профиците информации. Делает ли нас успешный вопрос? Нет. Поэтому что-нибудь другое. Ну, короче, не угадали. Я вот сокращу. Еще. Знакомство, связи. Стимул. Статус. Статус. Где? Где? Где звание, должность? Где профессиональный успех? Где власть над людьми? Где звание? Где связи и контакты? Чего стоят связи и контакты, если у вас нет влияния? У вас 5000 друзей на Фейсбуке предельное количество, но когда вам нужно там 1000 баксов до получки, ни один не дает. И дело другое, когда вы обращаетесь к людям, и они идут и реализуют ваши цели. Это статус. Давайте, кстати, чтобы было понятно, чтобы мы не путали, какие... Что означает статус? Давайте разделим. Много-много-много всяких деталей. Записывайте. Должность, звание, рейтинг, лучший там в чем-то. Находящийся в браке. Популярен, известен, знаменит, легендарный. Да, статус в брачном. Да, свободен замужем. Вот это вещь скользкая. Для женщины статус в браке, не в браке. Какой выше? В браке, естественно. Вышла замуж, женщина радуется, она приобрела более серьезный статус. При этом он говорит, ничего не меняется, я люблю тебя. В современном мире печать ничего не значит, говорит он. Она говорит, женись на меня и бегом. Ну, ведь у нас совместные дети, мы живем вместе. Зачем эти формальности? Потому что все хорошо, но статус... А для мужчины женат, не женат? Как статусы? Не женат. Статусы? Не женат выше. Свободен, поэтому у мужчин называется свободен. А у женщины не говорят, так, свободно. Она замужем или брошенка? Или она еще не замужем? А мужчина свободен. Статус выше. Хорошо. Богат. Здоров. Богат. Здоров сюда, в энергию. Богат. Статус? Статус. Да. Ну и так далее, и так далее. Хорошо. Сейчас сделайте, пожалуйста, таблицу у себя. Сделайте, пожалуйста, таблицу у себя, даже если вы на песке палочкой, на бумаге ручкой. В смартфоне, в блокноте. В смартфоне, в блокноте. Где вы? Один, два, три, четыре. Четыре строки. И три столбца. Поставьте над первым столбцом я. Это вы. И расставьте эти ресурсы в порядке убывания приоритетности для вас вот на сейчас. Только по-честному. Мы не будем туда заглядывать чисто для себя. Вот и четыре, деньги, власть. Для вас приоритетность. Приоритетность для вас. Что вы считаете в жизни важным? Что более важным? Еще более важным и самым важным. Что это означает фактически? Что вы можете этим пожертвовать ради этого. Значит, это выше. Готовы ли вы, если для вас статус ниже денег, готовы ли вы перейти на более низкую должность, но более оплачиваемую? Если готовы, то статус менее важен, чем деньги. Готовы ли вы потерять зарплату, но получить назначение на более серьезную позицию? Значит, для вас статус важнее денег. Готовы ли вы потратить силы для того, чтобы упереться, но сделать карьеру? Значит, статус важнее энергии. Готовы ли вы карьеру использовать таким образом? А первое, это наивысшее или наивысшее? Первое, высшее, в порядке убывания. Домашняя работа. Ставьте, это несложно. Вы, главный критерий, это ваши поступки за последнее время. Там становится понятно. Так, кому еще нужно время, чтобы расставить? Привет. Хорошо. Вот я бы сказал, кто уже это сделал? А кто уже сделал? Поднимите руки. Видите, арифметика какая, да, интересная? Кто голосовал за Собянина? Кто голосовал за Майд? Почему не совпадают-то цифры? Кому еще нужно время? Ага, значит, все написали. А кто написал? Треть. Вот так и в жизни. Ну, я же знаю. Я в уме делаю. Не надо, я не пишу, но я в уме делаю, да? Бо и Бе. Бо и Бе. Бо и Бе. Как вы думаете, как выглядит система ценностей из этих четырех ресурсов у бедного человека? Что он ставит на первое место? Деньги. Деньги. Бедный человек. Или, поставим знак равно, неуспешный человек. Неуспешный человек. Неуспешный. Неу, можно поставить. А здесь у, а здесь ну. Деньги ставят на первое место. Что на второе? Статус. Что на третье? Энергия. Энергия. И время на последнее место. Как это выглядит? Человек всю жизнь продает за деньги свою энергию и свое время. За деньги и статус. Его можно приманивать статусом. Три года поработаешь, не щадя себя, получишь назначение на эту должность, а там другие зарплаты. И он тратит это время и эти силы. Что по итогу получается, по жизни? Есть у него деньги? У него нет ни денег, ни статуса по итогу. По итогу он пенсионер на социобеспечении. В психологии богатого человека. Время на первом месте. Поэтому богатый человек всегда делегирует. Всегда нанимает людей за деньги, покупая их время, чтобы выиграть свое. Делегирование это когда ты берешь свое и поручаешь это другому. И чем-то ему это компенсируешь. Можете себе представить? Да, ладно, хорошо. На втором месте что? Энергия. На третьем? Здоровье. Энергия. Статус и время. И деньги на последнем месте. Кто из вас, знаете, богатых людей, которые путешествуют, какие-то у них хобби есть, они могут встречаться с друзьями, заниматься спортом. И у них при этом есть активы довольно серьезные, которые генерируют большие деньги. Очень мало. Да. Есть, есть. И появится все больше и больше и больше. Видели ли вы богатых людей, которые выглядят как бедные? Нет. Одеты скромно, машина невзрачная. Видели ли вы богатых людей, которые когда спрашиваешь, кто ты, можно визитками обвиняться? А у него нет визитки. Ему нечего на ней написать. Александр Пушкин. Что? Я не генеральный директор. Я не председатель совета директора. Я основатель ряда бизнесов, владелец некоторых активов. Ну как ты там напишешь визитки? Запишите мой мобильный, забейте в телефон и позвоните мне. Я вас дую. Вы как? У тебя визитки нет. Видели ли вы бедных одетых как богатые? Да. Всегда. Потому что деньги на первом месте, они демонстрируют деньги. Гламур – это потребление на показ. Гламур – это ярмарка неуспешных людей, которые пытаются создать впечатление, что они успешны в категориях таких же неуспешных. Невозможно совершенно бедного человека, разодевшегося, принять за богатого. Правда же? Третья секунда разговора, и все понятно, что за этим стоит. Но и богатый человек, условно богатый, успешный человек, тоже себя выдает через три минуты. Женщины чуют это на уровне обонятельных рефлексов. Это мужик успешный, держись. А это пустышка, трухлявый пенек. Есть такое? Это мужчина не чувствует. Это мужчина думает, о, красивые ноги, я буду счастлив с ним. Соотнеситесь с тем, что у вас в первой колонке происходит. Все не так просто, как может показаться на первый взгляд. Но мы внутри понимаем, что система ценностей, ресурсов выглядит именно так. Хотите? Хотите? Докажу. Мужчина уходит из семьи, когда ребенок совсем маленький. Но он уходит, как он считает, очень благородной семьи. Он уходит, и он по чесноку, не то, что он проводит там, подает на НДФЛ, а по чесноку четверть дохода отгружает кэшем маме на ребенка. Немало денег. Более того, он способствует, чтобы ребенок получил хорошее образование. Он его отмазывает от армии, и где-то там с друзьями переговорил, сын получил хорошую позицию и начал карьеру. Проходят годы, и этот престарелый уже мужчина оказывается за бутылочкой со своим подросшим сыном. И сын говорит, папа, ты скотина. Ты чего? Я тебе денег дал, я тебе статус создал. Папа, а сколько ты мне уделил времени за 23 года моей жизни? Да, ты появлялся, но ты хотел смыться поскорее. Ты спрашивал, как дела, с кем ты дружишь в школе. Окей, ты даже сил не приложил. Ты не хотел разбираться в моих проблемах, выяснить, почему меня бьют в школе. Потому что меня мама воспитывает, а мама воспитывает, что драться нехорошо. А ты бы меня научил, ты бы не захотел сил потратить на меня. Ты съездил со мной на отдых на две недели к морю, но ты не пошел со мной тренировать меня драться, заниматься спортом и так далее. Ты не потратил на меня времени и сил своих, ты их сэкономил. Отец такой, что за дела? Я не понял. Сейчас посчитаю, сколько за эти годы я для тебя сделал. Да, ты сделал важные вещи, но ты за них купил возможность мне делать еще более важных. Понятно, что происходит, да? Алименты – это покупка возможности не тратить время и силы. То же самое с женщинами, как с детьми. Женщине ценнее какой букет, который дороже или который достался большим трудом? Полевые цветы, за которыми он ехал на велосипеде, промок под дождем, на рву цветов и принес простые, но мокрые насквозь от дождя цветы. И она заплакала от умиления. Заказал, курьер доставил, он прямо в квартире открыл, отсчитал, накинул чаевых. Милая, посмотри, какая красота! Где слезы умиления? Ценятся потраченные силы и время. Что жена говорит мужу? Ты пропадаешь на работу, он говорит, я ради семьи, я деньги зарабатываю. Что-то тупая не понимает, я деньги зарабатываю, у меня нет дома, я деньги зарабатываю. Она говорит, я хочу, чтобы ты был дома, со мной, мне не нужно столько денег. Лукавишь, лукавишь! Она хочет, чтобы ты был дома и тратил силы не на карьеру, а на нее. Ну, правда, потом, как только начинаешь это делать. Это ключевые ресурсы. Когда нет хотя бы одного, все рушится. Мир, рай в шалаше, да, действительно, с любимым, пока не похолодало. Или пока не кончился кондиционер для волос. Именно этот. А потом рай превращается в ад. Все ресурсы должны быть представлены, но их рейтинг именно такой. Представим себе, женщина ума небольшого вышла замуж за деньги и статус. За человека состоятельного, уважаемого, сенатора даже. Ну, мы опускаем, как она вышла, какую ей стратегию пришлось перейти, но она вышла, она добилась своего. У него есть деньги и статус, но у него нет сил и времени. Он не молод, он задерган, он на нервах, он усталый приходит домой, его подолгу нет. Иногда он смывается в командировке, куда-то вызвали, там что-то случилось и так далее. Поживет она так некоторое время за деньгами и статусом. И вот в ста случаях из ста появляется какой-нибудь энергичный бездельник параллельно. У которого куча сил и времени. А этого нет, а это у него появляется от нее. Ну, знакомый сценарий, да? Это же сплошь и рядом. Это общий мировой сценарий. Братцы, если хотите счастливого брака, мужчины. Расставьте приоритеты таким образом, но ни одной ценой другого. Тут же какой соблазн возникает? Ага, так ну в баню, дауншифтинг. Перестаю зарабатывать, начинаю заниматься любимым делом, оно не продается, я снижаю свои потребности. Живу один в скромном жилье, мне хватит, зашибись. Нет, это не про успех, братцы. Дауншифтинг это не про успех. Это такой легкий способ уйти от необходимости в ресурсах. Как не жениться, тоже способ уйти от того, что это дали. Представьте, что жизнь делится на два этапа. Скажем, некий первый этап и некий второй. Молодость, зрелость, детство, молодость, зрелость, старость. Да, есть четыре ресурса. Напоминайте, какие? Деньги, энергия, время, статус. Молодой человек это статус? Да. Молодой это статус. Старик это статус ниже. Или там, ну, пожилой. Это статус ниже, чем молодой. То есть, молодой тоже статус. А как большинство людей на первом этапе жизни распоряжается этими ресурсами? Они их тупо тратят. Ну, как человек шальные деньги. Пошел и просто на них купил виски 18-летние, штаны какие-нибудь случайные. Просто на такси катался, шампанское пил, лимузин заказал. Шальные деньги. Хоп, он их тупо потратил. Как молодость большинства людей распоряжается ресурсами? Деньги, если они появляются. Они тратятся все в ноль. То есть, у тебя потребности отвечают возможностям. И иногда тратится чуть больше. Приходится попрошайничать, брать в долг наперед и так далее. Как тратятся силы? Не всегда полный. Силы тратятся тоже бестолку, бесполезно. Большая часть уходит на развлечения. Ночи, полночи без сна. Смотри, полночи куролесил, а сейчас на лекциях чувствую себя нормально. А что ты на лекциях делаешь? Ты полуспишь, ты не врубаешься. Ты полдня просидел, ты потратил время и силы в ноль. И с мечтами, как вечером ты продолжишь гульбу. И энергия, и силы потрачены. Как тратится время? Сжигается все подчистую. Что происходит на втором этапе жизни в этом случае? Дефицит или профицит ресурсов? Дефицит. И на этом этапе ты должен прилагать усилия для того, чтобы заработать деньги. Для того, чтобы оставаться хоть как-то в форме. Для того, чтобы... Времени нет. У тебя зрелость. У тебя период, когда ты можешь созерцать уже. Когда ты приобрел мудрость и тебе интересно постигать жизнь. А у тебя нет на это времени. Ты работаешь, как и шаг. У тебя нет ни времени, ни сил. Ты задерган, нервный и так далее. Ни сил, ни времени, ни денег, ни статуса. А давайте представим себе, что на первом этапе жизни человек инвестирует эти вещи. Например, появляющиеся деньги он просто вкладывает, например, во что? Например, он вкладывает деньги в самообразование. Да, он получает стандартный пакет в ВУЗе. Но помимо этого он изучает некий иностранный язык более глубоко, чем в программе. Помимо этого он ходит на тренинг и приобретает навыки публичной речи. И в 5 лет, пока он учится в университете, он отрабатывает этот навык. Потому что нигде такой площадки не будет, как во время учебы в ВУЗе, выступить публично. Там ходит, выступает в КВН, в самодеятельности и так далее. Время, ну понятно, время тратит на самообразование. Это не значит, что он такой, знаете, ботаник и так далее. Ведь если ты делаешь домашнее задание 6 часов, это не значит, что ты его делаешь лучше, чем тот, кто делает час. Правда? Это значит, что ты просто не вкладываешься. Ты просто параллельно поигрываешь в айфон, параллельно встаешь попить, пописать, поговорить по телефону, пройтись, просто помечтать. И ты делаешь 6 часов. Поэтому здесь при грамотном использовании времени у тебя остается и на досуг. Что у тебя получается на втором этапе жизни? Если ты вкладываешь дело, деньги, время, силы, у тебя появляется профицит. То есть здесь появляется успех, потому что совокупность этих ресурсов получается успех на втором этапе жизни. Логично? Логично? Теперь вы понимаете, почему богатые люди довольно часто настаивают на том, чтобы дети не пользовались всеми ништяками, заработанными родителями на первом этапе жизни. Они хотят детей держать голодными, в дефиците ресурсов, чтобы они стремились выбраться из этого. Этим летом мы... Нет. Кто из вас родился... Можно ли родиться на втором этапе жизни? Можно. Можно. В профиците ресурсов можно родиться. И это чудовищная подстава для ребенка. Потому что теперь, когда он будет жить, как все, он будет страдать. Когда он будет недополучать, он будет возмущен. Как так? Ему будет казаться, что это само собой разумеется. Понятно, почему богатые люди держат в дефиците ресурсов, не покупая дорогую вещь, не покупая пятый айфон просто на том основании, что он вышел. Покупая с опозданием. Чуть дешевле, чуть проще. И так далее, и так далее. Это не значит, что они их кормят плохим хлебом, который зачерствовала. Не можете перечислить тех людей, потому что я в основном встречаюсь с теми, кто... Есть. Да. Конечно. Большинство богатых людей сами гидонисты. Во-первых. Во-вторых, они понимают заботу о ребенке, как дать ему все, чего мы не имели, когда были детьми. Он думает, что наслаждение связано с потреблением. Нет, это вопрос тех алиментов, которые... Алименты, это вещь гигиеническая. Алименты, это не роскошь, это гигиеническая вещь. Это же самое. Да. А можно ли родиться и умереть на первом этапе? А можно родиться на втором, а умереть на первом? И таких примеров масса. Когда ты родился в профиците ресурсов, а умер в дефиците, потому что не научился их добывать. А может ли такое быть? И это чаще всего, когда ты прожил на первом этапе, перешел на второй, а потом опять перешел на первый. Когда ты сам ограничил себя в ресурсах, когда ты взял себя в ежовые рукавицы, когда ты подчинил себя жесткому расписанию, когда ты урезал свои траты, Когда ты силы и время потратил на то, чтобы выскочить на второй. У кого была такая карусель, когда не по разу? Первый, второй, первый, второй, первый, второй. Есть. И вот у меня, как непарадоксально, сейчас я приближаюсь к первому этапу. Ну сейчас чуть-чуть, 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 чуть-чуть. И в 2014 году у меня будет первый этап, когда я сожму себя, у меня будет тайминг, у меня будет... Но чем сильнее себя сожмешь, тем быстрее разожмешь. Большинство людей этого не понимают. Они стараются себя сильно не давить, как бабочку в кулаке, чтобы она там жила. И поэтому не получают вообще ничего. Они всю жизнь довольствуются каким-то средним вариантом. Это как домашнее задание делать 6 часов. И ведь огромное число детей приходит из школы, обедает, садится за уроки и ложится спать в пол первого. И родители, как много им задают, как можно так перегружать детей? Если бы он сел, и ты ему сказал, через час ты пойдешь гулять, если сделаешь все уроки, я проверю. Ведь он же сделает за час. Ведь домашнее задание по одному предмету делается 20 минут. Я же видел эти задания. Вставить пропущенные буквы. Расставить в порядке тому бывание. Посчитать, с какой скоростью лодка против течения плывет быстрее лодки по течению. Это что за задача, которую надо час решать? Это что ты, вот час, какое количество действий? Задача в три действия. Почему час? То есть на одно действие 20 минут. Все это просто и арифметически. Что ты делал в течение часа? Встал, походил. Вот люди так живут, как делают домашнее задание. В пол силы. Поэтому всегда остаются в полууспехе. Что отличает успешный человек? Успешный человек не нуждается во внешних источниках власти над собой, потому что сам он себе самый жесткий начальник. Он может иметь власть над другими, потому что он может починить себя. И он умеет быть по отношению к себе самым исполнительным солдатом. Умеет. Именно поэтому у него нет необходимости в этом. Вот такой скрипт.